И снова здравствуйте, всем привет! Итак, передумал я в голове множество вариантов сделать кучу золота. В блендер всё это дело можно сделать частицами, но там получится очень большой напряг. Потому что там есть неудобства и, короче, заморачиваться. Давайте по-простому, вот как оно лучше сделать. Кстати, уже пришёл я к мнению, что да, этот вариант всё-таки должен сработать. Значит, всё-таки будем делать The Brush. В блендер можно наложить текстуру, выдавить текстуру, всё это дело создать. Но не будет той фишки, да, вот этой мультяшности. Ну, давайте попробуем эту мультяшность создать именно в The Brush. Что нам понадобится? Ну, первым делом нам нужна форма горы. Так, я включу Edit Mode, Make Polymesh. Включу, значит, Flur. И, значит, нам такая большая гора не понадобится по масштабу. Мы её увеличим лучше уже тогда в самой сцене. Так, Alt, левая кнопка мыши, подтягиваем, передвигаем. И сделаем какую-то фишку. Вытянем всё вверху, так сначала. Теперь переключимся на Moft Apology. Так, симметрию включать не будем. Симметричная гора нам не понадобится. И вот давайте что-нибудь этакое тут тянуть. Так, как-то так. Здесь как-то насыпом бугор. Здесь как бы она будет стекать. Здесь побольше склон. Чтобы можно было какие-то чемоданы установить. Какие-то алмазы. Там ещё чего-то. Так, ну, с виду. Ну, давайте один край, чтобы не было симметрии, да. Так, теперь у нас. Лай-лай какой вот здесь вид, да. Нам нужно теперь, чтобы гора именно сползала вперёд. Потому что деньги, они всё-таки текут. И уклон, как бы, всё равно нужен. Сделаем две вариации стороны. Можно делать одну сторону. Но сейчас рассмотрим два варианта, наверное. У меня в голове тут такая штука крутится. Сегодня на работе и так, и сяк думал. Думаю, ну, как же это дело обыграть. Вот, вчера сидел, значит, смотрел информацию по куче золота. Ничего не нашёл. Вот. Есть, значит, информация, что разброс идёт по мэшу. Забраж. Там, короче, вроде бы как хорошо действует. Но, я вчера пробовал, у меня клавиша F3 не работает, ну, совсем. Не знаю, у меня нампада нету. И поэтому, не знаю, может быть, ещё из-за этого на клавиатуре, может быть, это и будет работать. Но у меня и нету, ну, как, она встроенная в ноутбук, да, клавиатура. Так, здесь можно где-то шифтом, где-то, ну, пусть расползлась, растеклась. И, значит, я хочу, чтобы куча прям, ну, такими наплывами была именно вперёд. Вот, всё это дело приподнимем и придадим именно вот эту вот текучесть. Так, кисточку поменьше. Где-то сделаем вдавленность. Так, делаю всё это дело первый раз спонтанно. Так что, если сейчас в конце ролика что-то не получится, строго не судите. Ну, я сразу вот именно хочу в процессе, вот, как будто вот, как сказать, живого эксперимента, да. Так, ну, тут ещё под алмазы маленький потёк. Ну, в принципе, гора, ну, думаю, ничего так, да. Но здесь вот слишком, наверное. Так, куча вот сюда тут тоже растекается. И теперь низ надо обрезать обязательно. Это Ctrl-Shift, значит, выбираем Trim Rack и пробуем подсобачиться. В принципе, переходит тоненький, всё хорошо. Всё нормально. Так, теперь по сетке. Что у нас с сеткой? Сетка, в принципе, прикольная. Так, тут ещё вот какая штука. Что может не получиться. С одной стороны, хорошо бы сделать динамеш. И, в принципе, надо. Ну, давайте делать. На эту сетку, не знаю, как всё это дело ляжет. Вот, прибавим сетку. Пусть вот будет 95. Смотрим сетку, вроде плотная. И теперь какая штука. Я хочу картинками всё это дело засобачить. Сейчас прям будем брать картинки и пробовать всё это дело красить. Так, текстура, импорт, рабочий стол. Так, вы видите, что заготовки есть и текстуры пустыни и так далее. Так, верно. Гора золота. Вот я вчера тут накидал, значит, разных текстур. И больше подходит вот эта, наверное. Она вроде блестющая. Так, текстуры. И вроде бы как монетки, да? В принципе, их... То, что тут доллар нарисован, нам без разницы. Нам нужен внешний вид. Так, уменьшаем прозрачность. Так, парадонте. Размер. Уменьшим прозрачность. И вот вы видите, что зэд... Ну, это будет много денег, да? Думаю, мы столько не потянем. Будем красить вот таким вариантом. Так, зэд. Так. С их зэд отключим картинку. Уменьшим кисточку. Так, что еще можно? Контрол-Д, контрол-Д. Полтора ляма. Хватит нам полигонов. Шиф-зэд. Включим картинку. Переключим кисточку, значит, стандарт на покраску. Ну, и погнали. Тут вот это все. Сейчас чуть-чуть будет долговато. Я, наверное, покажу это все на ускоренном. Так, а ну-ка, смотрим внешний вид. Что-то меня внешний вид вот этот не устраивает. Так, что все пиксельно. Так, контрол-Д. Шесть миллионов. Блин. Ладно, вернемся назад. До обрезки. Сделаем теперь. Тут уже дивайды. Дивайды нам не надо. Смотрим сетку. И попробуем. Если делаем контрол-Д, контрол-Д, контрол-Д. Отключим, значит, картинку. И сделаем шиф-зэд монетки. О, еще хуже. Ладно. Деллоу. Делаем дайномеш. Прибавим дайномеша, наверное. Так, ну, это, конечно, что-то мазнем, потому что дайномеш бывает не хочет делаться, когда нет изменений. Так, что за фигня? Не проблема. Мы сейчас что-нибудь поднакидаем. И вот теперь контрол-Левая кнопка мыши. Все. Дайномеш сделался. Смотрим. Все плотно. Ну, вот надо какие-то добавлять изменения. Так, теперь шиф-зэд. И пробуем теперь без зада этого. Просто красить. Не забываем какие-то детали. Где-то перекручиваем. Можно даже где-то увеличить. Чтобы у монет был разный уклон, чтобы мы не рисовали по-дикому, да, так вот, в эту сторону, в одну. Так, уменьшаем. Чтобы, опять же, монетки где-то были меньше, где-то больше. Ну, вот можно передавать, да, здесь вот можно чуть-чуть поменьше нарисовать. Рисую без симметрии, поэтому чуть-чуть будет долговасто. Все, я теперь на ускоренном все это дело покажу. Ну, вы видите, что я чередую, да, уклон, значит, денег. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Значит, получилась вот такая гора золота. Согласитесь, если вот вдаль увезти, то прикольно. Если приблизить поближе, ну, тоже неплохо. Если их комбинировать, как-то там еще поуменьшать, растянуть, уменьшить, то, в принципе, и кучки получатся, если растягивать потом. Ну, пойдет, так. Возможно, нужно где-то потом кучку сделать золота, еще поменьше нарисовать. Так, теперь, пока ничего не делаем, нам понадобится еще одна текстура. Так, я скачал ее, значит, с этой программы, как и скетчфаб. И вот, в принципе, золото это, да, вот рисунок подходит. Ну, вот мы теперь его Z. Где-то перекрутим, где-то подкрутим. Нам нужны вот эти вот куски будет золота. Сейчас где-то, давайте добавим большой кусок. Так, теперь все это дело перекручиваем. И, значит, можно добавить уменьшение. Ну, чтобы цвета даже, если будет хорошо, там получится нехорошо. Но, вот видите, уже перепад, значит, хороший идет под цветовой вот этой гамме. Так, ну, больше, я думаю, не надо. Так, еще. Чуть-чуть еще так мазнем. Ну, и не забудем заднюю сторону. Возможно, получится сделать две горы. Каким образом? Здесь мы на этой стороне. Давайте прям... Так. Побольше вот это все мазнем. Так, теперь. Ну, мазнули-то побольше все зашибись. Ну, теперь надо добавить, опять же, деньги. Это Z. Эту текстурку уведем вбок. А вот эту текстурку вернем. Тут опять... Придется немножко переходить, вот эти сделать. Какие-то переходы можно, смотрите, как сделать. Уменьшим кисточку, наверное. И попробуем чуть-чуть вот так приятывать. О! Так будет нормальненько. Так, здесь у нас тоже чуть-чуть такой переход. Все это потом, наверное, как-то сыграется. В принципе, можно вот это все так и оставить, да? Ну, для анимации, если, ну, неплохо так. Так, вот у нас тут золото, здесь у нас там еще что-то прикольно. Ну, здесь другой вариант в чем, что я хочу сейчас все это выдавливать. И чтобы это дело выдавливать, давайте добавим еще одну текстурку. Ну, просто интересно, если как-то не заладится, да? То тогда потом уже будем думать по-другому. Так, что это за текстурка у меня? Подойдет, не подойдет? Нет, это не подойдет. Так, это с какой-то модели я скриншот сделал. Так, а если с этого, с Аладдина родную текстуру? Вот видите, там сейчас я вам покажу четко. Вот видите, как все сделано. Просто перепады цветов. Темненькая, желтенькая, серенькая там. Вот так. Ну, вот мы это все дело возьмем сейчас. И на кисточке Z. Так, а ну-ка, нам нужна с гора. Так. И вот чуть-чуть. Где-то вот это все притомим. Ну, в принципе, сильно размазано, но ничего. Для эксперимента. Так, теперь, самая фишка. Начинаем все это дело выдавливать. Так, заходим в маскинг. Находим mask.by.color. Моя любимая функция. И теперь делаем мов. И теперь делаем мов. Так, пока отключим мов и посмотрим, насколько, чтобы это все дело было классно, но не похабно. Так, а вот видите, с одной стороны треновастенько вот там потянуло вбок. Значит, что нужно сделать? Взять мов и немножко увести. Немножко уменьшить. Так, назад вернемся. Так, ладно, вот такой вроде бы вид нормальный. Но это многовато. Можно чуть-чуть уменьшить. Во! Теперь вроде бы и камни прорисовались. Оно. Ну да. И монетки вроде видно. Сделаем control и еще сделаем эксперимент. Это что у нас получится? Если сейчас я еще больше их уведу. Ну, в принципе, меня устраивает. Так. Так, смотрим, чтобы апа на нет. Вот это вот вариация уже не покатит. А вот это, вот, само то. Так, снимаем теперь маску control. Все у нас здесь зашибись. Все у нас здесь по кайфу. Вот такая получилась гора с золотом. Выбираем какой-нибудь ракурс. Вот можно такой, такой. И две горы перетасовываем. Так, нижняя часть у нас не покрашена. Нужно это дело исправить. Маскируем control. В принципе, ее потом можно сделать пустотелой. Ну, давайте закрасим просто в один какой-нибудь цвет. Так. Выгладим. Создадим кантик на низу. И вот такую классная штука. Так. Делаем дубликат. Ну, это уже можно сделать в зебраж. В принципе, поставлять алмазы. Да, я думаю, здесь не стоит-то время тратить. Сделаем вот этой горе. Значит, развертку. И посмотрим, как она будет смотреться в зебраж. Потом в нее втыкаем сундуки. Где-то можно уже меш потянуть. Там, вдавленность эту всю сделать. Уже на месте там, в этом, в блендер. Ну, гора сделана быстро. С частицами мороки. Раскидывать все это так. Тоже запаритесь. Ну, вот хорошие текстурки. В принципе, спасают жизнь. Так. Делаем теперь без симметрии ZRMesh. Так. Fluor Dynamesh у нас сделан. Делаем просто геометрии ZRMesh. И пониже полигонаж. Прямо. Не знаю, насколько получится его понизить. Ну, в принципе, сетку. Потом в блендер можно упростить. И гора, в принципе, и весить-то ничего не будет. Если сейчас гора будет весить хотя бы тысячи две полигона, то, значит, ну, считай, повезло. А если у нее еще внешний вид и Normal Map все это дело нам сохранит, то это будет вообще бомба. Так. 876 тысяч полигонов. Вот. Ну, как это все наложится? Делаем Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl... Так, это уже переименование. Делаем Ctrl D. Ну, ладно, 894 тысячи полигонов, я думаю, должно нормально спроецировать. Находим Project, находим Project All. Да, с этими цветами, с текстурками, все на нее. Отключаем нижнюю текстуру и отключаем цвет у нашей модельки. Вы видите, что все вот так вот наложило. Сдалека-то это все нормально. Ну, давайте рассмотрим эту, отключим нижнюю фигуру. Так, отключим ей. Ну, в принципе, что? Текстурка будет, монетки отсюда браться не будет. Ладно, чтобы достойный был вид, да? Раскрашено-то хорошо. Хорошо. Значит, и должно получиться все с запеканием шикарно. Так, теперь делаем плагины UV Master. Word on clone, он в рэп. 876 тысяч полигонов быстро прогнали. Копируем. Так, копии. Асфальт. И теперь зэпласт. Паст. Текстуры мэп. И поддадим. А ну-ка, уменьшим наш полигонаж. Так, сетку смотрим. В принципе, нормально легла. А если полигонаж добавить, 3000, 5000. Убрать сетку. Ну, есть чуть четкость, но это уже не столь важно, да? Так, здесь что-то наложилось. Раскрашено было нормально. Почему так? А потому что сетка у нас не переработана в Dynamesh. Значит, мы это все дело удаляем. Delete. Ок. Включаем у нас вот этой штуки все вот эти паричиндалы. И теперь делаем ей в геометре Dynamesh. Так, побольше. Смотрим, что у нас тут с текстурами. Ну, Normal Map будет. А ну-ка. Но маловато. А ну-ка, вернемся назад и посмотрим без Dynamesh. Dynamesh сглаживает, да? Ну, тогда тогда попробуем, значит, все это делаем. Даже не знаю, наверное. Попробуем, наверное, назад вот так и сделать дубликат. Так, за плагин. А, так, пардонте. Теперь геометрии Dynamesh. Без симметрии опять же делаем, потому что у нас симметрия не позволит потом все это дело. Но она отзеркалит текстуру и будет не есть good. так, возможно, где-то вот не надо добавлять вот эту размытость золоту. По краям только где-то может там потихоньку монетки. Ну, как-то так-то. сейчас посмотрим, как она заиграет с сундуком золота. А, еще по сундуку золота расскажу вам, как там можно вот это все. Да, то же самое вы рисуете на плане. И на план все это наносите и просто вставляете значит сундук. Побольше добавим полигонажа и сделаем projectile по-новой. Сейчас алмазы еще повтыкаем и сундук. А потом если еще добавить песок и добавить пещеру и добавить несколько таких куч разных только. Да, на формы делать куч наверное вот эту можно уменьшить поменьше где-то обрезать верхушку взять где-то уголок там добавить. Но это уже надо экспериментировать. Так, есть, да? The плагины WordOnClone Unwrap The плагины копии Past Past UVS Текстура вставляем заходим на первый уровень дивайда попускаем наш вот этот полигонаж и Normal Map делаем Normal Map чтобы потом все это можно было выдавливать. клон NME Так, теперь значит Export Так, что-то у меня наверное жарко поэтому комп подтягивает. Это значит Normal И смотрите текстура Map тоже делаем клон TXT но ее нужно перевернуть для Blender она переворачивается на Flip V Можно то же самое перевернуть и в Blender Так, Export PNG чтоб меньше весили значит наши текстуры Так, теперь ну я думаю 800 21000 нам пойдет потому что большой разницы такой-то нет ну как она есть но не столь важна Так, конечно на 800 она еще четче Удаляем Del Hidden Теперь Export делаем пишем гора золото Это уже общ формат Теперь делаем Ctrl Z Если кому-то захочется поэкспериментировать я вот эту кучу оставлю и закину значит в группу ВК Вы там ее можете скачать посмотреть на дне поэкспериментировать или переделать Так Значит теперь что делаем Сохраняю файл файл Save As гора золото Все Если нам что-то понравится у нас есть развертка у нас есть модель если что-то потеряется можно отсюда опять все скинуть и все использовать Так идем в Blender Так файл Import Obs Desktop Находим папку гора золото и эту гору подключаем единицы на лампаде G О ну смотрите неплохо смотрится Теперь мы ее выберем нажмем так У меня тут вообще что-то блендеры начали тупить это шиздец клавиша F3 не работает какие-то функции показывают они включаются так что откуда-то я поймал на эти все проги какую-то ну я думаю что с аддона именно как он назывался rig pro вот этот авториг pro поизменял он тут какие-то настройки под свой аддон наверное ну не суть вопроса ладно проехали end panel теперь что файл импорт ну делаем алмазы я показывал как делать алмазы есть ролик ссылку оставлю в описании в блендер есть как делать алмазы потом делать этим как их называть сейчас вспомню так импорт формат ops десктоп находим значит где они тут я правда скачал не делал сам так называется она папка кристаллы так где он тут как не тот включил да файл импорт вот этот включил файл боковой привязываем его к оригин 3d геометрии единицам нам поди делаем с поменьше даже так если камера где у нас куча должна побольше быть по размеру метра три не меньше так уведем ее куда ни вбок ну здесь конечно уже на эту кучу можно докидать значит частицами это уже другой вопрос да надо было поменьше рисовать еще чтобы монет еще меньше были вот эта куча ну как вроде прикольная да ну просто алмазом тогда поставим какую-нибудь текстурку пусть будет этот синий там с какими-то оттенками это слишком он какой-то однотонно надо его тоже как-нибудь добавить ему эмиссию там какой-нибудь еще что-то так чтобы его видно было да что это допустим кристалл потом добавляем файл импорт обс так второй кристалл этот будет красный пускай а этот будет тогда пусть будет синеватый вот такой приятный цвет S G ну словом тут уже понятно да доделываем какие-то кристаллы там еще где-то их делаем побольше поменьше где-то делаем лежащими где-то перекрученными но это уже по картинке так формируем так с FG где-то закапываем его вовнутрь делаем чуть S где-то чуть вытащим чтобы он чуть-чуть там торчал как-то да переливы вот этих давал так теперь файл импорт добавляем обс что у нас тут еще есть так это у нас еще один алмаз этот будет давайте зеленоватый такой тоже так Ctrl Z а что на это не работает да Ctrl Z на вот этот возврат не работает печально так теперь это будет зеленоватый это слишком яркий но можно одни ярче делать одни темнее тогда они будут как бы смотреться наверное опять же привязываем SetOrigin в диаметре чтобы лучше все это дело так где-то большой алмаз можно сделать так R G там где-то пусть торчит Shift D там подвести его к этому алмазу так там еще на пик куда-то добавить наделать с них какие-то комбинации где-то сделать вот с FD допустим раз он там R G вот так пусть торчит перекрученный куда-нибудь ну чтобы видно было что это алмаз теперь Shift добавляем вот эту алмазину это будет пусть поменьше R там где-то в эту сторону смоет так красный Shift D тоже куда-нибудь там чтобы выглядывал чуть-чуть где-то просто давал кончик красный вот этот делать S где-то там R пусть он лежит там на каком-нибудь бугру да вот так прям раз чтобы его все видели оп лежит алмазит так этот слишком далеко его можно вот сюда куда-то на низ прям пусть на углу там S может быть прям большой выбежать вот так как-то вниз прячется уже понятно прикольно да теперь добавляем сундук и так вот такой сундук значит что можно его по сказочнее сделать это скачанный тоже чуть-чуть он того так так можно перекрутить как-то R сделать S может побольше может поменьше и попробовать воткнуть значит вот сюда так так потом шеф другой добавить какой-нибудь да с крышкой возможно закрытой и R там как-нибудь его тоже перекрутить G ну куда-нибудь не знаю сюда наверное и чуть-чуть может его поменьше так и как-то а ну-ка единица на паре как-то однообразно они стоят там допустим пусть он по лицевой вот так вот рядом они стоят вот но здесь-то у нас видите гора теперь заходим в скульп-мод и попробуем все это дело ликвидировать вот этот провал тянем где у нас там крышка где-то деньги может как тут что-то я так натянул что теперь не вытянуть да а ну-ка F побольше надо ну и поменьше вот так ну где-то там поаккуратненько конечно да под углами как-то натяг ее куда-то а а а эту можно чуть-чуть на наплыв вот видите тут деньги можно чуть-чуть уже значит натягивать в принципе тоже неплохо смотрится но опять же под какой угол да а мы здесь провал какой-то то натяг ну как-то так теперь в обратно заходим в сундуки можно значит приподнять здесь shift а меш добавить план сделать с вытянуть джи вперед ну можно также и песок сделать в зебраж тоже нарисовать текстурку сзади вот еще есть скалы добавить рисунок ну что неплохой теперь добавим значит песочек shading new добавим add текстура image текстурку найдем где тут находится значит песок и open ну песок конечно еще такой желтоластенький да вот это вроде бы и хороший но нужно какой пожелтоластей а ну-ка этот в принципе тоже пойдет заходим что мы делаем юрии эдитар как английская а и сделаем с так переключимся здесь на вот этот вид ну вот уже в следах она правда видите не бесшовная поэтому все это вот будет однообразно квадратами так ну все вот лаяут в принципе вот такой внешний вид далека все это дело неплохо так и смотрится вот приколюха выбираем делаем шеф д делаем с делаем там эр джи вот еще одна кучка добавилась ее можно значит джи вперед куда-нибудь передвинуть там как-то перекрутить возможно как-то значит ее сплюснуть уже уже есть чем играть вот такая штукенция так а если это еще сделать единица на паде делаем шеф д так вот теперь с этим бугром бы как-нибудь обойтись так если джи уведем его назад сделаем поменьше вот или сделаем с и сделаем допустим вот джи там побольше то вот они уже накладываются как бы да надо несколько гор делать вот эту подальше отвести там будет тень падать сзади на нее так мы еще шеф дым побольше алмазов побольше перепадов цветов так это уже можно с ну разные кучи надо там потекшую какую-нибудь это надо сесть и понаделать их побольше сундуков разных побольше каких-то ну сзади если будет потом как ее называют ну скала да то будет смотреться уже получше а когда поставится значит в пещеру настроится свет то вообще я думаю а ну-ка давайте будет ну по приколу вот уже оттенки даются теперь если лихт выбрать допустим подсветочку куда-нибудь одну сюда одну фд допустим песок освещать другую шфд там боковой цвет какой-нибудь прибавить там вот ария поставить там направить я вот в эту сторону подвинуть ее к нашим вот этим буграм добавить не тысячу ватт а допустим две тысячи то уже вот она прикольное золото вот приподнимаем неплохо и прям таки мне нравится и прямо таки хорошо так вот этот файл будет значит для скачки в этом вк в группе ссылка будет в описании все всем пока пишите насколько вам этот способ подошел насколько он проще прикольнее и меньше весит вот 12 тысяч полигонов сетку можно еще уменьшить в принципе куда ее тут еще уменьшать ну 12 тысяч полигонов для какой-то сцены если на каком-то куске но это мало тут в основном наверно больше этот сундук весит оно где он там да нет и алмазы в принципе ничего не весят тут одни пики так ну все всем пока до свидания до свидания Продолжение следует...